Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». 15-й том. Вопрос 2945. «Случалось ли у вас так, что послали к вам кого-то, а он не только выполнил поручение, но и совсем остался в вашей общине?» Отвечает Игнатий Тихомич Лапкин. «Все в жизни повторяется, а значит, и такое было. И даже не раз, и не только у нас». Книга «Экклесиаста», 1 глава, 9 стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». 4 царство, 9 глава, 18 по 20 стихи. И выехал всадник на коне навстречу ему, и сказал, «Так, говорит царь, с миром ли?» И сказал Иуй, «Что тебе до мира? Поезжай за мною». И донес сторож, и сказал, «Доехал до них, но не возвращается». «А походка, как будто Иуэ, сына на Мессиева, потому что он идет стремительно». У меня было в прошлом такое, когда из подпольных православных христиан и эпоха пришли несколько человек. За ним послали еще нескольких, но и эти не возвратились. Тогда поехали старшие, но и они остались. Пришло до 32 человек. Вошли в церковь, стали работать на государственной работе. Дети пошли в школу. Мой путь в общину начался, как мне кажется, с приобретения Библии. Случилось это в декабре 1988 года. На Колыме, в Магаданской области, поселок Ягодное, постепенно, по мере прочтения, люди для меня стали делиться на принимающие Библию и на не принимающих ее. Там была маленькая группа. Мы собрались 12 человек, но не знали, что читать, как молиться. Священники же приезжали, проводили службу, прочищали, исповедовали и все. Ни бесед, ни проповеди, никакой информации не давали. Мы ужины сами черпали из книг. Но вот мне попадается пять тому в добротолюбие. Страх охватил меня, так как там я прочитал, что спасутся только монахи. Мирянам это почти невозможно. Говорю жене Марине. Я хочу спастись, ухожу в монастырь. Она, конечно, в слезы. Не пущу. Что делать? Священники не дали никакого ответа. В октябре 1995 года приезжает в наш поселок отец Вениамин и дьяхм Михаил Фаст. В беседе с ними услышал странное, что в монастырь спешить не надо, потому что то, что в книге и что в действительности, это разные вещи. Дальше события развивались с быстротой в молнии. Через месяц мне следует предложение работать на материке, в Барнауле. 22 декабря 1995 года я была и живу у Фастов. Когда я сказала им, куда еду, они очень обрадовались, потому что в Барнауле живут их родные Петеримовы. Они попросили по прибытии моим в город сходить к ним и отдать подарок – красную икру. Рассказали, что отец жены – Светы, баптист, а мать – православная, и что есть там группа верующих людей, которые собираются и беседуют о Боге и Библии. Я не верил своему счастью. Собираются, беседуют о Священном Писании. Не может быть. Барнаул прибыл 29 декабря 1995 года. Через три часа после приезда я уже был у тетя Аллы. И сразу необычное подтверждение словам Фастов. Несколько молодых людей в комнате, а в руках новые заветы. Вступаю сходу в беседу. Вопросы, ответы. Алексей Загуляев говорит о бороде. Я тут же сходу принимаю. Как мне близки его рассуждения. Я впитываю его слова, как пустыни влагу. Это мое, это Божие. Это для спасения моей души. Слава Творцу. Но вот 3 января 1996 года я в АГТУ, аудитория забита людьми, и я услышала слова о Христе, о спасении через жертву, о крови и кресте, о церкви и единственной православной. Подал заявление на оглашение, хотя меня отговаривал отец Владимир Суртаев, благочинный Котманова. При этом сулил мне священческий сан от епископа Антония. Крещение принял 7 июля 1996 года в поселке Потеряевке. Чтецом стал в 2001 году. Занимаюсь проповедью в тюрьме, СИЗО. В 2003 начались проповеди по квартирам города. С 2002 занятия воскресные дни вместе с Игорем Третьяковым. Желаю, чтобы братья и сестры присоединились к нам на проповедь и на занятия. Дебунов Игорь Владимирович. 24 38 46. Стихотворение. Во всеоружии одеться бы успеть, Изготовиться на битву с упостатом. Задержанного сбить, нахальство, спесь, Пленить и разогнать его остаток. Смешны и угловаты новобранцы, Их неуклюжесть видно до ушей. Но год пройдет, Научат смертно драться И поражать противника, мишень. Как знаем, наши брань не против плоти, Не против крови, чтобы проливать. На духов злобы ополчиться против, Как при крещении враг всегда на них плевать. Нам озаботиться об обвии тотчас, Учиться благовествовать и быть на то готовым. Слова евангельские пусть всегда звучат, И прославляют Бога и Иегову. Сапожника сгодится мастерство, Не ослабеть на проповедь сгодится. Монашество босое не двинуло перстом, Не нарожало с благовестием миссий. А потому шипы бонзались в ноги, И потому с занозами сидели, Боролись с похотью слепые и убоги. Оправдывали леность и безделье. Щит веры разве не слов и дел, И вера зарождается от слова. Как иноческий чин, то проглядел, Апостолам и Богу прикословил. Где меч духовный, слово Саваофа, Тысячелетия всех безоружных давят. Оружие, здесь крест Иисуса на Голгофе. Экипировка строго по уставу, С дарованным спасением, то есть в шлеме. А это снова же исходит из писания, В беседах, в диспутах, успехе закаленным. Оставив Библию, себя погубим сами. Игнатий Лапкин, 2006 год.